ух ты какая уборочная техника прямо всем 22 по московскому времени убирает наши дворы вот такой вот шикарный трактор а вот садике убирается дворник вручную на нашем перекрестке буквально столкнулись два автобуса и поэтому я решил объехать по соседней улице благо здесь даже теперь и светофор видали пусть она маленькая но светофор теперь есть но раньше пользовался ей тоже ну как и многие в объезд наши по границе горького потому что там бывало кинзаторы пробки потому что перекресток такой достаточно значимый а здесь спокойно но тут не было светофора и для того чтобы выехать вот а вот туда-сюда нужно было пропустить ему пропустить машины которого там стоят там едут ну что зато проезжали всегда теперь здесь установили светофор движение через светофор на этом перекрестке и для людей потому что многие переходят вот там вот где сейчас едут автомобили по ветеранов на ту сторону поэтому улицы переходят многие и нужен был светофор поэтому теперь здесь выгодно ездить стоит автобус эти сломался и за ним проб вот думаю слушаю радио свое которое сейчас выбрал для прослушивания это радио рекорд и я услышал уже некоторое продолжительное время утро всегда задают темп ритм и настрой сегодня была такая тема интересная с кем бы вы покушали поужинали со знаменит из знаменитостей тема была приурочена к тому что в америке есть такая услуга есть такой ресторан в котором вы можете заказать блюда из фильма в котором кушают знаменитости соответственно актеры на выбор у них три фильма это один дома еще каких-то два соответственно вы смотрите кино и вам приносят то что есть главный герой например пиццу мороженое там и так далее и вы просматривая это кино осмотрите кино и кушаете эти продукты люди конечно говорят кто-то с ганнибалом лектором кто-то там с кемином кёснером кто-то с буру новым и так далее вот а вы бы с кем по поужинали с кем из знаменитостей если вы спросите меня с кем бы я поужинал знаменитостей если я отвечу с диджей филом с радио рекорд как вам такая история но он прикольный чувак такой легкий на подъем на мой взгляд и я бы с ним хотел поужинать сегодня уже 5 декабря и вы смотрите мой новый влог год за 31 день надеюсь вы до этого посмотрели все выпуски что не может не радовать меня значит вас есть интерес но еще раз хочу сказать что в будние дни мои передвижения это до метро на метро и на работе на работе я снимать не хочу там особо нечего снимать нам постоянно работа 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 и не до съемок а потом то есть либо после работы просто в метро или в машине там пока еду либо ну дома тоже чё там снимать короче таких особых дел по будням но и нету ну если что-то будет обязательно вам покажу расскажу но каких-то нам не встреч не дел особых нет и я вот снимая снимая вот этот влог год за 31 день сам начал осознавать что по будням то я мотаюсь просто как офисный планктон сначала в офисе там на складе хожу туда-сюда все дела все дела обеспечиваю а потом едут домой на метро и вот так вот жизнь то моя проходит и стало мне как-то грустно если честно говоря очень очень грустно от осознания этой ситуации что я все в одном и том же кручусь кручусь а толку-то особо никакого и нету стало настолько грустно что вообще не хочется ничего снимать и а с другой стороны мне нравится это делать может быть заняться только этим но вот кстати плохо что сегодня нету музыканта да вот саксофониста куда-то он делся дядька что с ним кто он такой вообще где он как его найти но его нету уже вторую неделю что его нету здесь на ветеранов а ну может быть он играет где-то на другом метро дай бог ему здоровья так что пришло такое осознание что дело все по кругу одно и то же и куда бежать что делать как быть как говорится надо менять идти вперед делать создавать такую ситуацию в которой тебе будет некомфортно выходить из нее и принимать новые решения и делать новые дела вот такие вот мысли сегодня и вот снова темнота темнота это не значит что это утро или ночь это все еще день это вечерний день 5 число 5 декабря а это значит что мои выпуски веселого дайджеста год за 31 день продолжаются и пусть этот выпуск за пятое число будет не такой объемный и не такой информативный но некоторые мысли я до вас донес еще утром голос что-то у меня подсел что-то как будто какая-то хворь на меня настигла но я не знаю не уверен пока сейчас чаю попью может быть под отпустит но что-то что-то подсказывает мне что какая-то хворь хворь меня настигла не знаю не знаю сомневаюсь но и точно не могу сказать сейчас посмотрел отличный выпуск дмитрия шилова как они были в питере встречались там самичом но прикольно прикольно весело но на самом деле что питерский выпуск ну так себе он не такой прям задорный как был до этого вот они там с вадиком были ну короче не то не то что то какое-то напряжение питерское напряжение питерская тоска возможно тоска по родине тоска по калининграду их накрыла ну или там тоска по москве не знаю в общем что-то их накрыло они не так не не те шутки не так весело надеюсь что меня не накроет хворь посмотрим будем пить таблетки микстуры чай главное и все будет отлично всем всего наилучшего на связи и обязательно смотрите год за 31 день обязательно посидел посидел такой машине что-то подумал подумал и пошел я в общем пятерочку посмотреть что-нибудь вкусненько очень сладенького потому что нужно подсластить сегодня вообще вот этот морозный вечер чем-нибудь не знаю даже посмотрю сейчас что что там есть пятерочки и что-нибудь выберу но еще домашние меня попросили какао мандарины еще мандарины недавно покупали кстати очень вкусные были насчет какао не знаю надо посмотреть какой там какао то выбрать в общем иду в пятерку